Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 1 октября – день внимания и особой заботы к пожилым людям. Благотворительную акцию провели в гимназии Росток. Поговорить по душам с мэром. Сергей Сергеев встретился с анапчанами, представителями старшего поколения, и ответил на их вопросы. Итоги работы и планы на 2015 год. Председатель совета Леонид Кочетов провел встречу-отчет перед жителями Приморского сельского округа. Стоп! Снято! В Анапе завершился 23-й кинофестиваль «Киношок». Победителей в номинациях и авторов лучших картин наградили на торжественной церемонии закрытия. А сейчас обо всем подробнее. 1 октября в России – день пожилого человека. Это еще одна возможность для молодых проявить особое внимание и заботу о людях преклонного возраста. 9 лет подряд учащиеся гимназии Росток собирают продуктовые наборы для пожилых анапчан, находящихся в больнице. Этот год не стал исключением. Доброй традицией помогать одиноким пожилым людям в этом году 9 лет. В 9-й раз гимназисты собирают пакеты с продуктами и открытками для одинокопроживающих пенсионеров, которые в этот день, 1 октября, оказались в больнице. У каждого из вас есть бабушки, дедушки. У кого-то есть такое счастье, как прабабушки, прадедушки. И поэтому я думаю, что сегодня вы обязательно уделите им особое внимание, найдете ласковые слова, найдете минуту для того, чтобы их обнять, поцеловать, для того, чтобы сказать, как вы их любите. В нашем городе есть пожилые люди, которые не могут сейчас прийти к нам сюда, не могут даже выйти на улицу, не могут даже дойти до ближайшего магазина в силу какой-то болезни, каких-то обстоятельств. И вот таким людям вы, ребята, гимназисты, мы, учителя, наш коллектив, стараемся помочь. И поэтому в этот день вспоминаем о них. Мы передаем сегодня эти пакеты Центру социальной защиты «Радуга», представители которого у нас есть. Пожилой возраст, его отмечают с 60 лет, почетный и богатый опыт, богатство в детях и внуках. День пожилого человека сложно назвать праздником. Этот день как повод для особой благодарности старшему поколению. Чтобы они чувствовали, что мы их любим. Чтобы они радовались, чтобы у них было все хорошо. День пожилых бабушек и дедушек. И я хочу свою бабушку поздравить, чтобы она радовалась и была всегда счастливой. А как вы будете поздравлять бабушку? Расскажи мне, пожалуйста. Слышечку. Директор гимназии «Росток» Ирина Пономарева поблагодарила учащихся 10 класса за помощь в сборе продуктовых наборов. И получила благодарственное письмо от сотрудников Центра «Радуга» за помощь нуждающимся в сложной ситуации. Тепло поздравил, выслушал пожелания и мудрые советы и обсудил планы на будущее. Глава Анапы Сергей Сергеев побывал сегодня на осенних посиделках жителями к району Восточный. Так назвали встречу, посвященную Международному дню пожилых людей. Позвоните сегодня родителям и скажите им о своей любви. Спросите, может быть, именно сейчас они нуждаются в вашей помощи. 1 октября мы традиционно отмечаем День пожилого человека. И, как подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев, на встрече с жителями микрорайона Восточный – это не праздник, а возможность сказать спасибо тем, кому мы обязаны жизнью, профессией и успехами в работе. Организаторы встречи назвали ее «Осенние посиделки» и оправданно в уютном помещении Совета микрорайона, за чаепитием с песнями под гармонь собрались Александр и Мария Борисовы, Валентина Ишкова, Надежда Василиади, Людмила Косенко, Марина Полеская, Раиса и Юрий Уральские, Мария Шкодина. Все они трудились на восстановление города-курортов послевоенные годы. Отстраивали заново Анапу, работали в больницах, преподавали в школах и воспитывали детей. Визит главы города Сергея Сергеева стал приятным сюрпризом для анапчан. Я не считаю, что сегодня праздник, это как бы день отдания уважения, дань уважения. Это такой день, который заставляет нас задуматься о старшем поколении и, наверное, может быть, какие-то проблемы порешать. Какие-то вопросы, которые у вас есть, вы зададите, я постараюсь их решить. Разговор пошел по пути воспоминаний, каким был город в послевоенные годы, как трудно было в 90-е, с мизерными зарплатами и пенсиями, с нестабильной экономикой. Каждый из собравшихся на осенних посиделках отметил, что Анапа с каждым годом преображается, становится уютнее. Отдельно жители микрорайона Восточной отметили благоустройство улицы Стахановской. Мне вам хочется просто руку пожать, разрешите. Благодарите. Спасибо. Анапа стала настоящей, похожей на город. Не стыдно, мне есть с чем сравнить. Я бы побывал в 10 странах. В Германии, в Польше, в Италии, в Кептауне, в Сыгдопуле. Я есть с чем сравнить, понимаете. Заходишь, радуется душа. С Натальей Ключниковой, координатором деятельности ТОСПа микрорайону Восточный, глава Анапы обошел недавно отремонтированное помещение Совета микрорайона. И позже отметил, обращаясь к участникам встречи. Вы теперь будете знать, куда можно прийти. И поплакаться. И поплакаться. Совершенно правильно. А почему нет? Ну, вы проблему придете, расскажете. Она донесет до нас эту проблему. Есть система, которая уже выстраивается. Конечно, не так быстро, как мне хотелось бы. В завершение визита Сергей Павлович подарил каждому из собравшихся цветы и подарки. И еще одна встреча с жителями Приморского сельского округа, но только отчетная, прошла в селе Цибанбалка в школе номер 16. Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа Леонид Кочетов рассказал активы округа об итогах, выполненной в этом году работы и планах на 2015 год. Глава Приморского сельского округа Василий Рогалев отчитался перед жителями об итогах совместной работы с депутатами. Произведены ямочные ремонты дорог, реконструкция стадиона в Цибанбалке, введена в эксплуатацию новая насосная станция, заменили аварийный водопровод. Жители задали главе округа и председателю Совета Леониду Кочетову волнующие их вопросы. Сельчанка Людмила Лукьянова попросила отремонтировать фонарь возле дома по улице Виноградная, 30. Другие просьбы о газификации, асфальтировании и ремонте дорог сельского клуба, обновлении тротуара на улице Садовой, на улице Заречной в поселке Пятихатке поменять стабилизатор напряжения. Все пожелания населения Приморского сельского округа были услышаны и учтены. Всем огромное спасибо активу, населению. Все, что сделано, это сделано только вместе, потому что одному сделать это невозможно. Благодаря вашей настойчивости, тем всем усилиям, то, что вы делаете, такое доброе беспокойство, забота о тех проблемах, которые существуют на нашем округе, на нашем Приморском сельском округе, конечно, они решаются. В ближайшее время на очередном совете общественности сельчане узнают о предложениях, которые вошли в план работы 2015 года, что будет сделано в первую очередь и что в долгосрочной программе. Леонид Кочетов пообещал проанализировать каждую проблему в округе, чтобы жизнь в селе становилась лучше. И к другим темам. Как кадры любимого фильма в Анапе завершился 23-й открытый фестиваль «Киношок». Торжественная церемония закрытия, подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло на сцене летней эстрады. Звезд кино и театра в знак особого уважения встретили музыканты Духового оркестра под управлением Валерия Степанова. По красной дорожке киношоковцы, организаторы и участники кинофестиваля прошли от русских ворот до летней эстрады. Торжественная церемония закрытия в этом сезоне прошла еще и очень весело. Участники фестиваля не уставали повторять о приятном сюрпризе от погоды. В этом году киношок встретили и проводили солнечными днями. Вечером на церемонии вручили призы победителям кинофестиваля, особое внимание уделив мнению всех категорий жюри. Я не вернусь, режиссер Ильмар Рад. Поздравляем. Я просто добавлю то, что мы сделали такую большую подписку, что называется, за возвращение к вере надежды и любви. Если вы не видели фильм, то приосновлено расскажут очень много. Я не вернусь. Поздравляем еще раз. И все равно мы приглашаем всех посмотреть этот фильм. Нам он очень понравился. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Народный артист России Борис Щербаков вышел объявлять победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». И за время объявления рассказал пару анекдотов, разжигая нетерпение и интригу среди зрителей и участников фестиваля. «Приз зрительских симпатий. Фильм... Вообще, вы знаете, действительно очень хороший город. «Приз зрительских симпатий». Фильм... Да, вот так вот. Например, я с удовольствием встретил на кинофестивале «Приз зрительских симпатий». «Приз зрительских симпатий». Фильм... Пожилая пара... Сидит в районе. Ну, можете спросить. Рад, да? Райские птицы какие-то. «Приз зрительских симпатий». Фильм... Вальс по 100. Аплодисменты. 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 «Приз зрительских симпатий». Фильм... 23-й открытый фестиваль «Киношок» закрыли ярко, лаконично и со вкусом, обещая сохранить старые традиции и внести новые. «Все, что было запланировано в фестивале, произошло. Произошло и запланировано. Были сюрпризы, сюрпризы приятные. У нас формируются новые традиции». На этой сцене я стою много-много лет. И всегда хочется сказать самые-самые нежные слова городу-курорта Анапа. Сказать, потому что в этом городе... Вы знаете, вы даже знаете некоторые, что в этом году нас пытались перевезти в Келенджик. Потом перевезти в Крым. А мы не сдались. Мы остались с вами. Поэтому спасибо вам огромное, анапчане и гости Анапа, которые приехали сюда ради фестиваля, а такие подходили к нам. И, может быть, даже не попали в этот зал сегодня, хотя зал открытый. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете, что ждете, что любите. Атановчан и главы города Сергея Сергеева участников кинофестиваля приветствовала первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая. «Я хочу пожелать вам новых творческих идей, новых талантов, изюминок, воплощения ваших творческих планов. И, безусловно, приглашаю вас на следующий зезон в 2015 году». Всего в минуте оказалась кульминация праздника. 23-й фестиваль «Киношок» объявили закрытым. 23-й фестиваль кино стран СНГ и Балтии. Ну, мы говорим Латвия и Эстония, мы говорим Балтия. Объявляем закрытым! Мы узнали еще об одном событии, важном для жизни города. Подробности смотрите прямо сейчас. Детско-юношеская спортивная школа номер 5 проводит набор в группу «Айкидо». Дети в возрасте от 8 до 18 лет. Обращаться по телефону 8-918-015-95-58. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу – торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В четверг, 2 октября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Телефоны – 48333.